Один из самых жарких вопросов, если говорить о киновселенной DC, заключается в том, останется ли в ней Генри Кавилл или нет. Все мы прекрасно знаем, что британец крайне заинтересован в том, чтобы вновь сыграть роль Супермена, роль которая по сути и сделала его одним из самых популярных мировых актеров. А вот руководство студии Warner Brothers и DC напротив опирается этому как может. И судя по всему, не просто не собирается оставлять Кавилла, но еще и всячески пытается его унизить напоследок. Так сперва выяснилось, что вместо Генри в скором времени нас ждет новый черный Супермен, причем об этом объявили как будто нарочно именно в день рождения британского актера. А вот теперь мы узнаем о том, что дальше Супермена заменят еще и на женщину и сделают все так, чтобы у Генри не было ни одного шанса на камбэк. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. А теперь более детально. Как мы с вами в курсе, и Marvel, и DC сейчас активно разрабатывают платформу мультивселенности. И пользуясь таким вот подходом, например, DCшники устраняют, видимо, еще и неугодных актеров. Поэтому Бена Аффлека, который надоел боссам студии уже давно, меняет Майкл Китон. Его мы увидим в роли Бэтмена уже в фильме Флэш. А вот теперь пришло время, видимо, и Генри Кавилла. Так, прямо сейчас многие источники, такие как Джайн Фрикен Робот, Скрингик и другие, сообщают, что недавно выбранная актриса Супергерл Саша Кале сыграет версию персонажа Кары Денверс и заменит актера Супермена Генри Кавилла в качестве последнего выжившего на Криптоне. В новой перезагруженной временной шкале, которую теперь хотят внедрить в киновселенную DC, окажется, что криптонский злодей Зод убивает Супермена Кавилла еще в младенчестве. Следовательно, подобным образом кинобоссы хотят раз и навсегда отсечь британцу любую, даже самую призрачную возможность вновь сыграть свою вожделенную роль. Так что, как это ни печально, похоже, что Генри Кавилл вообще больше не будет участвовать во вселенной DC-филм в роли Супермена. Таким образом, фанаты должны быть готовы к тому, что Саша Кале возьмет на себя роль Супергерл, актриса собирается появиться в новом фильме Флэш, в том же фильме, в котором Майкл Киттон снова появится в роли Бэтмена, и таким образом уже официально сменить Генри. Что, конечно, очень показательно, и если ранее у нас был один, так скажем, классический Супермен, то теперь по законам жанра и требованиям современной повестки, его решили поменять на черного супергероя и супергероиню-девушку. Разве это не прекрасно? Данная новость может, конечно, стать шоком для многих, но, как мне кажется, DC слишком долго вынашивали идею о том, чтобы Генри Кавилл больше никогда не вернулся в качестве последнего сына Криптона. Так что меня лично удручает, но не удивляет такое поведение студии, и то, что они просто с какой-то дьявольской находчивостью все это время делали абсолютно все возможное, чтобы только никаким образом, даже эфемерно, не оставить Кавиллу шансы на возвращение. Да, понятно, что будучи сейчас одним из самых востребованных актеров в мире, Генри уж точно не останется без работы, и все же британец неоднократно, особенно в последний год, говорил о том, насколько он заинтересован в том, чтобы вернуться в DC. А зная его отдачу и преданность своей работе, уверен, Кавилл сделал бы все, чтобы подарить зрителям лучшего супермена из всех, что мы видели. Но, увы, ему даже не дали больше шанса на возвращение. Причем делается все это, как мне кажется, где-то даже с личными мотивами, настолько нагло и нарочито большие кинобоссы плюют на мнение своей недавней звезды. Да и согласитесь, делать таких суперменов, коими в ближайшее время заменят персонажа Кавилла, это тоже нужно постараться. И тут видно, для руководства DC и ВБ было особенным наслаждением подколоть Кавилла и всех, кто за него топил. Правда, конечно, не стоит забывать о контракте, незакрытым до сих пор контракте между Генри и студией Warner Bros. на еще несколько появлений актера в роли Кларка Кента. Не знаю, что будет с этим и не решит ли Генри отправиться на поля юридических сражений, но все же думаю, что вряд ли он на это пойдет. Так что с грустью можно констатировать, что путь Кавиллу в DC теперь закрыт раз и навсегда, и бигбоссы все же добились своего. На этой невеселой ноте мы будем на сегодня заканчивать. Пишите, что вы думаете о Генри в роли Супермена и о перспективе новых супергероев DC. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok